добрый день всем дорогие друзья мы продолжаем смотреть dream league у нас на очереди третий игровой день первой групповой стадии и начинаем по традиции с группы а сегодня посмотрим как обычно 8 карт то есть четыре серии настраиваемся на долгий игровой день это последний такой большой игровой день завтра будет сыграно в два раза меньше матч и поэтому сегодня очень многое может решиться ну и первую половину дня мы здесь будем работать вместе с таберланом кавай соксы марталис привет рассказывай что тебе запомнилось из того что ты например вчера не комментировал но посмотрел привет всем да на самом деле очень много расстройств вот у меня вот такой вот небольшое ощущение да очень много расстройств именно в плане небольших таких помарок и проблем у команд от которых я ждал гораздо большего возьмем тех же azurei на которых были большие надежда в кроме лично у меня мы видим что сейчас не находится достаточно внизу таблицы на самом низу таблицы вместе со второй китайской команды что айджи а те же самые ликвид до которые полностью проваливают турнир по ощущениям но и тундра у которых там проблемы с ростом чуть больше прояснилась ситуация с майн контролом тут можно принять принципе и ту и другую сторону и понять но от этого тундра играет однозначно не так хорошо от этого конфликта как могла бы и как возможно ожидали фанаты тега или фанаты там некоторых игроков частности хорошо как тебе выступление например команды группы b некоторых аврора шпифай но и поражение файл мы шапиваешь же это это же артизи вот мне кажется они там скритом расстались наконец-то и как будто заиграли новыми красками да у крита уже у крита уже есть лан победа это наверно очень большой буст по мотивации и артизи я думаю что он тоже сейчас очень мотивирован а несмотря на то что если вы смотрите в твиттере на рейдите да были посты о том что выглядит он очень устало и это факт жаловаться на то что у него проблемы с бессонницей жаловаться на то что у него вот сейчас немножко режим такой постоянно сдвигающийся но при этом на игре это никак не сказывается мне не довелось правда покомментировать пока шпифай рибели сегодня ситуация если я правильно понимаю не исправится мне пока шпифай так и не попадаются но я я рад я рад за тег я рад за состав я знаю что ты считаешь что пульба там возможно в какой-то мере чересчур консервативен в своих подходах и трафтам но пока работает и если работает то хорошо как они покажут качественную доту самое главное ну так уж получилось что эта группа изначально была послабее но при этом все и и те команды фаворита которые в этой группе мы думали будут разрывать такие как спирит и ликвит они тоже буксуют ну спирит еще хоть как-то а ликвит это очень плохо пока 26 еле-еле набирают очки если вдруг сегодня они уступят хотя бы в одном матче то что-то не подсказывает там уже просто может не хватить поинтов даже на четвертое место потому что спирит достаточно будет выиграть соответственно пару карт в общем там спустя уже даже одну серию может все для ликвит плохо закончится если все сложится играют они как раз первый матч сегодня против шпифай и судя по всему этот матч будет непростым так что тут такой момент мне кажется что вообще не простых матчей во первых фактор того что вышел новый патч да многие команды особенно с работами стратегиями они немножко подпросили те которые были на коне а те команды которые возможно в прошлом патче показать не так хорошо новый патч не сильно изменил их общий уровень силы и по итогу мы получаем что какой-то больше паритет мы от грандов видим поражение мы видим от аутсайдеров достаточно серьезные победы а я тут хотел чтобы поговорить по поводу того что ведь помимо призовых помимо вот кучи вот интересных таких вещей есть еще и 5 поинтс или ликвит на самом деле провал этом турнире будет означать что они перестанут получать прямые инвайты и соответственно будут создавать дополнительный прессинг в европейском регионе то же самое кстати можно сказать что и про гейминг ладеет расходя в них ситуация чуточку поплотнее ну кстати да ты правильную тему затронул здесь все не так легко как было и это говорит о том что нельзя на таком турнире расслабляться даже в самом начале первая групповая стадия она потом на дистанции может очень серьезно повлиять на ваши какие-то выступления по ходу сезона все готовятся мы не не знаю когда там будет турнир крупный наверняка летом да как прошлый раз все к нему готовится все думают что наверное он далеко но тут нужно понимать что уже как бы конец февраля и состав осталось то совсем немного на сколько там два турнира пройдет еще или максимум три до рияда или его аналога так что надо собираться те команды которые поскромнее да если они выстрелят это конечно большой буз для них а вот от грандов мы конечно ждем на выступлении значительно лучше иначе можно реально остаться за бортом крупного чемпионата который может интернешнл заменить по крайней мере по призовым точно да по престижу я думаю что вряд ли что-то когда-то будет соперничать интернешнл все-таки это будет всегда мечтой да и желанным чем-то поднять этот аегис для всех команд но по призовым прошлом году по крайней мере уже были турниры которые выходили на первую строчку но кстати у нас по моему с тобой как раз таки и будет да гайм гладиатор с которых мы затронули в плане того что у них сейчас шаткое положение очень у них игра против фальконов ну у gg нормально все теперь они же вчера исправились сильно это liquid плохо гг начали это 13 в итоге 34 имеют вчера 31 сыграли наверное вспомнили что гранты который должен побеждать причем переиграли они virtus pro переиграли они на одной из карта у g и сегодня календарь у gg до нормальный рабочие фальконы и героек это не те соперники как мне кажется которые там 100 процентов 20 20 гг закроет нет ни в коем случае фальконс кстати я вчера комментировал один из матчей и вот эта игра против файджи это было так вот так но не то чтобы плохо посредственно что ли то есть мы все-таки ждали что там 20 легко знаешь а там ребята мало того что умудрились первую карту с сумасшедшим преимуществом на старте залить так они на 2 играя против четверки террор блейда ведя там 20000 чуть не проиграли отдали все это преимущество ну то есть там столько ошибок было как будто знаешь все мы уже победили мы можем расслабиться это а и g даже таким абсурдным казалось бы драфтом чуть не перевернули это ладно фальконс собрались тебя все-таки победили но видно что эта команда с которой можно играть есть я не знаю почему их боятся вроде сигнатурки по банте да которые и так все банят розорка ну да марс и все по банте сигнатурки не давайте им дк например потому что они почему-то в каждой второй игре забирают себе дк или разора дк или разора ну почему им отдают этих героев то есть я думаю что с ними точно можно играть и победа на одном из турниров еще нет ни о чем абсолютно не говорит и не говорит что это супер топ клуб если они выиграют там парочку или хотя бы пару раз еще в финалах побудут или в топ-3 то тогда да а так мне кажется слишком небольшую дистанцию команда прошла чтобы как-то бояться читаешь при хайпили дай их немножко после дачи ну в целом я может с тобой даже и соглашусь да тут хайпить не за что пока что это самый первый турнир ну так же всегда было самые самые первые турниры в году это турниры на которые просто нужно смотреть вот и получать удовольствие от игры но не делать какие-то выводы там серьезные потому что все меняется с сейчас все таки гораздо проще с заменами до в командах гораздо проще нет каких-то рамок жестких кто-то не понравился поменяли еще раз поменяли там через неделю за полчаса до начала игры кикнули человека неважно как угодно вы можете делать никаких санкций за это нет и первые турниры всегда ты вспомни всегда все разгонялись ближе к интамп к последним мы и так далее там как будто бы ужалили уже команды и они начинают включаться это как знаешь была победа кто тогда выиграл то или топ-2 занял вот как раз когда себе поиграл на варке 500 арт подряд от финном какие-нибудь не 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 было от финна было приходит а был который амар выиграл как раз же выиграла два не были не помню по-моему это два по-моему это было во первого а не пози на бали они выиграли но это было двадцать втором году летом ну короче тот самый турнир там был настолько слабый посредственный по составу участников турнир потому что большинство топов не доехали там половине команд визы не дали и там умудрился себе сыграть 10 карт подряд на вр кидаем у никто ее не забанил а никто ее не пикал никогда шарп вот он начал обузить и 10 раз подряд выиграл ты смотришь на стокгольский мейджор какой стокгольский мейджор вот-вот-вот ну там же посмотри на состав участников там реально слабые достаточно были команды потому что приехали замены у некоторых а некоторые команды в принципе не доехали то есть вместо них другие приехали короче там по составу участников довольно все средненько было и потом вот финалистов так расхайпили а что было дальше дальше же ничего не было из результатов то есть слишком рано давайте посмотрим вот если здесь falcons выиграют или там дойдут до топ-3 до топ-4 завалю как говорится и так далее но пока карандашиком записываю в гранды так скажем но ты акцентируешь много внимания мне кажется на это и в первую очередь я с тобой согласен да что он такой очень на себя гравитирующий все внимание игрок но мне кажется что фалькона в первую очередь играли не из атефа даже в первую очередь а именно из-за ауи все-таки это тренер который во первых сам брал во вторых он тренировал команду которая брала 11 он и самый опытный человек в этой команде да вот и вот в этот костяк самом деле очень и очень верю мне кажется что у валькона же еще такая ситуация как бы назвать то ее козырная что ли потому что они ездят с региона мена в менее откровенно ноль команд да то есть они гарантированно могут ехать на любой мажор на любой турнир на любой лан и за счет этого они будут постоянно набираться опыта а это так уже опытные игроки а там так уже много скилла личного и исполнительного да так что я не знаю мне 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 фалькона в целом импонирует но понятное дело и за вы в первую очередь так мне кажется что с гг будет у гг будут с ними проблемы я вот к этому веду думаю да ну сейчас посмотрим сейчас посмотрим я думаю что мы совсем скоро сможем перейти к драфтам я кстати не знаю там началось или нет но давайте я вам для начала напомню просто напомню о том что розыгрыш продолжается у винлайн ставьте на этот турнир три ставки оставляйте свой эдишник телеграм-канале винлайн и спортс ну и все просто ждите ждите розыгрыша наслаждайтесь игрой остальное за винлайн вот-вот игры начнутся ну вот если пробежаться даже по первым четырем сериям наша крутая да может получиться и у джи в п потому что за верхнюю сетку обе команды 44 поражение 02 сильно конечно подкосит турнирное положение и нужны победы вот я кстати не знаю я думаю что в п вполне могут тягаться против у джи потому что это единственная команда которая забрала карту бб но там много нестабильности безусловно я как допускаю и победу у джи там 20 так то что в п заберут одну карту всю серию сложный матч китайская дерби да непредсказуемая зубрей там тоже сейчас кто проиграет 02 тут вылетает всего это бы дальше то будет как этот забери всю мою силу и и вперед мне кажется что 20 именно в той серии для китая будет самый лучший на мы можем потихонечку переходить к уже к драфтам непосредственно 1 и у нас на фалькона месяц банк соответственно членов банк я думаю что разор титул банк или разор да вот что то есть на стимбр еда к больше боялся бы может быть и на слушай и реально можно отдать разора сыграть брудой нет разором альянки ну это фпдк мне кажется сейчас сейчас будет и файкон тайм любит играть ему отдают достаточно регулярно у них есть и посмотри по статистике он третий попекаемости герой за последние три месяца наряду с пангалером наряду с марсом у марс понятное дело да и вот они что у нас вообще какие-то ответы появились адекватно над этого т.к. по ходу турнира я понимаю что это не так чтобы прям супер крутой винрейт 45 процентов всего лишь среди пиков но его же нельзя приоритизировать какие ответы появились на т.к. прям интересно наш какой вчера ответ айджи показали 5 кастера и д.к. который пока б не покупают вот какой ответ был и приходит такой д.к. вот он купил матч слэйер ему надо ударить а там пять человек которые кастуют в качестве керри арт варден и ты понимаешь что он не выживает вообще там еще ребята по догону собрали ну кто-то котал за максал догон и подходит д.к. он хочет ударить котла он ему наносит ноль урона ноль ударов матч слэйер не бьет и по итогу просто д.к. умирает про каста потому что бкб купил на 15 минут позже чем нужно было ну то есть по мете пошел да по вот этой стандартной которая так принято сейчас собирать вспомнить что там несколько месяцев назад блинк бкб это стандарт был для д.к. почему-то не вспомнили в итоге игру проиграли появляется андаинг ну вот посмотрим на андаинга ой т.б. в бан отправляется вот только хотел сказать что т.б. еще очень хорош против д.к. потому что вот мне кажется очень неправильным тот факт что иллюзии д.к. полноценно пользуются всеми преимущественно и ладон формы но на это есть управа в лице того что т.б. во-первых из д.к. делает иллюзию рефлекшном а во вторых еще есть грим строк шаду демон чтобы демон соответственно поэтому тоже я думаю банится есть дарксир конечно немножко позабытый но я думаю что вряд ли мы увидим дарксира это герой сейчас немножко не совсем метровый да он не совсем этого но при этом очень жаль на самом деле что дарксир редко появляется просто потому что он дает зрелище плане конечно герой классно абсолютно так он даем у нас есть сказать нам решили показать антона задумчивого него на этом турнире кстати тоже бывали в первый день особенно помнишь некоторые закидона он там загуливал периодически умирал поодиночке но это тоже стало следствием того что вернее причиной по которой команда некоторые карты отдавала он пока на старте года не в лучшей форме чуть-чуть расслабился мне кажется чуть-чуть отвык от того чтобы кб стал приоритетным снова предметом да там какой-то момент же бкб вообще пропадал изметы полностью когда его понерфили и все там собирали какие-то другие защитные предметы тут пока что ли он появляется на связка спорта мне кажется очень докладный леона даем и зацеп есть и по этого и илли нищий герой и тот и другой в принципе на себя оправдывают показывает нам атефа вызывает он прекрасно понимаешь что ему играть на т.к. герой скучный герой не марс а там нельзя собрать три рапиры и одним госрепикам убить всех героев но меняется менять о а тут все интересное открытие во второй фазе очень сильно внизу конечно да очень много контроля вот прям очень много хорошего продолжительного и сильного контроля и тут уже сверху не пикнешь никакого оракла не пикнешь никакого абадона можно конечно вспомнить да вот герои со сильными диспелами но ты не можешь пикнуть оракла не может быть венгу не может пикнуть омника скорее всего вряд ли не сейчас будут играть там в таспи кого-то омника и поэтому батрайдера относительно в этой игре карбланш даже с позиции саппорта мне кажется он будет справляться на ура со своей задачей изолирование целей так два саппорта есть у джи бруда доступна но здесь как будто бы уже нормально против бруды до трайдер может ловить ее мирана ван дайанга тоже хорошо опа вот это вспомнили до для из а сколько они матчи вывезли на этом андерлорде когда он был в мете прикол что-то я пойду даже блин смотреть что ему меняли потому что честно говоря я понимаю что народу андерлорд это минус урон во первых во вторых это процентный урон по дк очень приятный это неплохой контроль против мираной но вот именно что концептуально он делает такого что не делает какой-то другой герой оффлейна более стандартный что ли то давай герой оффлейна возможно не соберет тебе все командные ауры вообще все тут же реально можно поиграть там с пайпом да с чем угодно да из грифсами и алхимик и вот я примерно представляю как собираются играть gg это расчет на очень быструю доту три слота андерлорда аурных командных что-то одно там два арти ну в смысле радианс блин пока бэва алхимика можно идти заканчивать добрать мид что-то такое что либо еще сильнее сделает акцент на быстрой игре либо запасной вариант если вдруг затянется не знаю как решат не надеюсь сам не есть прикольные вещи такие то что шар дом можно допустим по и поиграться кинуть шар дом firestorm на алхимика да который так любит рваться какой очень контактный герой ну и повезли его его ну поздравляю только что принесли себе в команду радианс и firestorm который вас с большой вероятности сажет до того как вы сожгете алхимика и в этом плане да в этом плане очень интересно звучит я согласен тобой что алхимик здесь на темпе может прямо реально зайти причем у него будет сильный саппорт на линии да пока нибудь 2 милишника 2 милишника силовика там дань алхимик я не думаю что у него будет большие проблемы и сам при этом ты камера на какие-то там и там он дань в принципе должен свою работу справиться сейчас еще знаешь на кого посмотрел в мир для квина сейчас посмотрим конечно на героя польконс но я бы посмотрел в сторону какого-нибудь очень некра то есть тут без веселов невозможно будет играть мира недолго собирать либо знаешь там переделывать как-то линии брать какого-то аппарата потому что хил ауры грифсы все с регеном как это вообще пробить это еще некра просто запихни просто четыре жирных героя плюс огромное количество хила у вас недостаток урона просто будет медгейме жестким причем аквин очень много играл во второй половине года вот кстати взяли героя который может пробивать и это тоже скиттер надо вспомнить что такое играть на урсе справедливости ради не самый сложный герой если уж быть совершенно практика практикуется раз герой не в мете тут надо надо сыграть когда ами например играет почему-то вами есть уверенность такая что он сыграет на кому год с картошкой прикольно ну наверное ладно все еще смотрю в сторону некра на самом деле закрывающие то получается за гг правильно и они сейчас увидят полную разновку сил но я собираюсь с тобой что сверху выглядит очень темповенько мне нравится ответ урсы урса кроет очень жестко андерлорда на линии да это андерлорд будет который безграничное количество будет иметь скорее всего зарядов стиков потому что что урса там надо клапает и нажимает overpower чтобы забрать что там бетраидеру тоже нужно необходимо нажимать гонять людей а но честно мне пока что снизу кажется что вполне себе азов мид для джи джи вот вот вместо не да то же самое абсолютно будет но последние три месяца надо за играл 0 раз я смотрю так в официалках когда ну там один турнир был за три месяца ну вообще да есть из такого точечного назовем это тогда есть там вы теперь ты инвокер и но в основном он играет на панга как будто здесь концептуально вообще не подходит не инвокер никакой ну ладно инвокер куда не шло ну спирит никакой как короче хочу либо чтобы до злали vania car пошли в мид я тогда здесь джи 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 пак не нравится ну просто ну как кажи улбок дефолтный чего здесь два нет наверное не очень дака вроде как и держит да может быть и не будет пак ну не знаю мне мне кажется что появится что-то очень такое стандартненько подожди банк манкинга который мог пойти в мид условно вообще не поняли стартара то есть который тоже техническим окна либо они родной не будет же омар играть на битрайдере да я вообще не помню чтобы он хоть раз играл на битрайдере наверное когда-то было но не его то есть тройку битрайдера я поэтому даже не рассматриваю мне кажется тут героев мид ты не хватает почему тогда мк ну ладно с лордары ходят иногда час меда банкикинги ходят в мид если кого-то серьезно закрывают мембера какого-то легко постоит на китинге ты может быть бетик в мид и они топика у тебя есть какого-то обрежено париж на апреля смотрится отлично веник слоная все еще жули а там хускар веном вайпер уходят это было на я может быть мид для балконс просто я не знаю зачем она здесь это довольно жадно давить три керри перебор да и так что было на и прям хороший матча против андерлорда да во первых она идет против дозла на линию дозл тоже как бы и стоит так вот тогда это декабря нет да не ну хорошо вписался там нравится большая кнопка до новой не врубает хилл и он потенциального кастера закрывается центра прыгунов многое не я думаю все равно дозл нормально справиться против дк на пофиг просто по игре наступит может быть дп дпш какая-нибудь суши не пашка тоже норм кстати пойти запушить просто но она как бы против дк хорошо стоит она вопроса запушивает но это будет зевс зевс на котором тоже queen уже играл зевс но тоже плотных этих героев пробивать посмотрим что маларин исполнит какой у него билды будет вот этот зевс не то чтобы мне совсем не нравится мне тогда теперь этот алхимик не нравится здесь здесь норм все норм вместо алхимика хочется кого-то жестче видеть потому что в лейте если игра там 35 минут длится алхимик ничего не делаете в ребятам снизу никому не дк они урси по идее но дурачью обязан просто иметь намного больше чем они в этом весь план у нас получается мирана уходит ски на пятую позицию крит себе забирает об этика то есть это будет патрайдер doom против алхимик and dying даже не знаю честно говоря ну мне кажется нормальной линии должен быть у ладу дурачью да будет не не так чтобы прям идеально линия норм без проблем да кажется ну а дань со своей задачей думаю справиться внизу скитер снэйкинг урса мирана не на the line конечно вообще такой очень интересный мы посмотрим что у нас тут парком предикшеном скажут последний матч да был который на даче это 2-0 были в групповой стадии между теми коллективами но после этого не между собой не играли в патче у фальконов понятное дело получше но это вот понятного что патч очень мало игр а вот паркопредикшен на самом деле очень интересно потому что мое предпочтение уходит с этих фальконов и и вроде как сама даже согласны да причем большой процент туда людей почти два раза а я притоплю за андерлорда я очень люблю андерлорда но это потому что я в дот играть не умею на уфлэйне и и там как бы особо делать ничего не надо на линию надо пищу урона просто ты стоишь бьешь тебя по барабану в этом купил начали бегаешь ну как раньше было когда он был в мете одно удовольствие было играть на андерлорде тебя вообще ничего не зависит кроме того что ты вот на артефакты на свой номер 1 и 9 и 1 и 9 в обе стороны ну вот парком предекция четыре процента фальконов венлайн-то дает 50-50 причем бы очень честно очень равные ну в целом я согласен что эта игра она скорее ближе к 50 на 50 чем она ближе к 64 до 36 вот так вот я нормально но все равно не знаю меня у меня андерлорда вызывает вопросы вот меня прям берет и и вызывает много вопросов причем разного плана не совсем понимаю что он будет делать по игре я помню там в свое время когда-то играли им и не помню кто точно то ли super light или кто-то вот собирали просто атос и и не выпускали людей очень долгое время из контроля из рутов то есть там рут 1 рут 2 рут 3 но сейчас от вас несколько другой предмет и поэтому не уверен что мы увидим скорее всего будет действительно из аурами и вот ну камон ай и саурами человек отрагает бруда лондру и до его семитутные герои от этому стали и собирай аура но но в том сезоне два турнира выиграл с аурами андерлорда ты вспомни они в каждой игре его брали мне кажется если покопаться сейчас посмотреть сколько раз он сыграл на андерлорде то там пару десятков матчей наберется до того как андерлорда понерфили и он пропал он ведь не зря пропал вот он был чересчур сильный а теперь он не то чтобы чересчур слабый нет ни в коем случае помню сейчас прям откровенно слабых героев не на ум только гернал приходит с которым не знаю что делать и андерлорд целом он идейно как бы я понимаю его там плотничий у тебя фаер шторм с процентным уроном но на практике слишком много контрплея вот ладно давай я так сейчас такие цифры тебе назову а ты сразу же скажешь что андерлорд здесь соло как говорится в прошлом сезоне 47 карт 38 побед 81 процент винрейта а сколько общий был процент винрейта на секундочку у гайминг гладиатор с прошлом сезоне потому что 80 процент вполне возможно что у них с андерлорда он был выше да не настолько там групповых стадиях все равно проигрывали это в финалах там да хорошо подсотку тех финалах где участвовали не знаю не знаю пока пока смотрим да пока видим что у квина все очень хорошо в миде видим что алхимика но как и предполагался рафизики должно быть больших проблем все-таки андайн очень классно помогает в этом плане и вообще все три гора фарма пока что хорошо там даже клинг это динай нашел еще красиво интересным образом увернулся от проспайра так чтобы его варенько и задел общитель ресурсов не теряет супер классно но и декан принципе тоже свои имеет ну да линии я думаю большинство будут на равных стоять здесь есть даже урс это тот герой которым довольно сложно пробивать андерлорда как минимум потому что у тебя ли он там со второго уровня условно всегда может остановить и ты там даже можешь много ударов конечно мемов наделал это провал по всем фронтам потенциально который вообще мог быть не ты видел да он выдает проспай для того чтобы за контроль тренджа он не только и ренджа не забрал он позволил по стеной он очень порции не попал который в момент клапала в общем мемодельно тут произошла небольшая на самом деле но руина вот этого лайна вышла тут у рачо проблемы у него выходят крит поджигает и воду рачье будет откидываться банка через секунду становится еще ставится еще и тамбану ферзбон амар себе все-таки забирают также и тамбуд судя по всему за солари погони будет продолжаться нет решили что не надо но очень много денег сверху только что получили фальконы алхимика дурачок я поражался что джи брали его нон-стоп задачи но очень много проиграли с ним упарывались прямо в этого алхимика это ведь совсем было необязательно у меня такое чувство что я я не знаю как там все происходит антону берут вот то что то что вроде как подходит хотя мне кажется что у него нет каких-то героев знаешь на которых он супер выделяется может сказать да он на нем пойдет и развалит на всех примерно одинаково хорошо мне кажется дурочок просто игрок плана а-ля матумба мэн ну вот матумба у кого-то там ну ладно может быть ландурит какой-то у него там есть относительно сигнал помню у него все зеленые были помнишь там нет да 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 но вот он игрок такого плана что он из разряда он готов играть под своего мизера он играть готов играть на команду ему не нужно выделяться ему не нужно быть звездой и дурачок мне кажется вот точно так же у него хватает звездка малинику принес кстати только что понял что у них queen и эйс эйс и даже туз аквинат дама только по-другому пишется она в общем ладно закрыли эту тему вы просто что дурачок играет очень консервативно на команду и у него это хорошо получается надежно так здесь пытаются немного пробить ей сам все равно довольно сложно богатый бэтрайдер крит нафармит в этой игре сейчас единственные нюансы то чтобы думать себя нормально дощал когда крит отходит что бывают такие игры где только уходят с линии в стакать или сразу же плейнер погибает мне кажется вот эфа из-за того что он фбшечку забрал и по-моему это табу то что он зала схитил у него сейчас такой буст по голду что он может позволить себе там нет расходники лишней принести и реки ряду у него уже неплохой можно секундочку думаю показать просто очень интересно что он себе купил на деньги от 1 владах а он там уже убил себе купил вообще не не стесняется и теперь ему алхимик ничего не делает терку было я так понимаю была попытка нападение на скитера который увенчалась с тем что попу отправляется в таверну скитер уже на салве ночь наступает уэйса могут бы сейчас проблема потому что перетяжка и от бэтрайдера а скитер пошло замедление бэтрайдер на позиции flame break от тавер не получается засунуть эйса зажигать уже будут два саппорта скитер пока что не очень хочет списываться нету все-таки добрать он именно фраг хочет правда теперь фанатов получает себе на лицо табу нужно сломать как можно скорее получается это сделать нет не получается будет умирать в размен но размен однозначно пользу команды полк он потому что курса выходит из драки и табу еще и задинаете там просто не повезло там расчет был на то что получится забрать скитера тогда в это было бы очень хорошо но немножко не хватило до урона и зевс еще да не успел 6 получить посмотри как мало ему не хватает через крипочка в парочку будет да вот зевс могли правда подрубает алдер программ форму зоне немножко зевса урса уже восполнил свои ресурсы так что давать уже ультимативную не получится и по итогу момент последний пару минут наверно все таки за команды фалькон по мару пошла атака она декоративная потому что мар вообще ничего не чувствуется of iron will и соответственно пока что мне кажется что-то по стороне фалькон мне кажется что квину нужно попытаться где-то выйти исправить ситуацию возможно справлять будут по криту который 4 уровень секундочку ультимативную пин пока что не хочет давать молрин выходит неужели неужели крит здесь еще и выживет молрин добирает вина но крит погибает он никакую не дал не то что ультимативную не первую один раз первую а потом там такое окно было секунды 4 наверно когда он ничего не кастовала ни первую ни вторую боялся может быть вторую не отдавать чтобы телепорт случае чего было чем сбить там же ли он без хикса и в теории бэтрайдер уходит в лес это я бы с память первый скилл но вот память первый скилл согласен да и он фуловый бома не был то есть одно дело из оптиманы там не хватало странно 7 минута тофу один визом забрал второй визом заберет крит и паритет нас по визному согласен что он как будто немножко недоиграно было а тут тем временем атака подумал думаю пытаются сделать больно по моему не получится хотят вместе с лари может быть что-то и выйдет есть и кей есть тамба и омару неприятно замедляет его шеи гранаткой но по моему по моему очень много времени было потрачено и он даже возможно нет ладно все-таки он умрет не дурачен разворот еще по таким хочет поработать такие те времена пытаясь сломать тамбу очень оптимистичные были попытки него это сделать а и по итогу дабл килл для он дает от целый причем он не то чтобы сразу пытался да тамбу ломать он сначала пошел в драку прошел мимо нее потом на развороте прошелся снова через тамбу и тоже погиб такие две ненужные смерти особенно вот это последняя по фрагам возвращаются gg но на творцы у коров фальконс очень крутые и даже несмотря на то что по экономике вроде до меньше 1 тысячи преимущества лада потом это обсудим у целый арестован на центре но у него пока что нет там стоуна и соответственно здесь полноценную драку принимать не стоило килинг спри забирает себе крит более того а это огромнейший бус для бэтрайдера по опыту и по деньгам то фу с хиксом 2 2 прыжка квин оказался проворный чем мирана когда здесь проворный чем ирана немножко что-то не так доте но имеем то что имеем и вина теперь регенерация регенерация это та руна с которой можно на зевсе очень эффективно а так провести на любую линию так что у андерлорда я и все-таки его билд тоже довольно интересен все-таки андерлорд всегда считался героем на котором можно покупать все что угодно там как будто бы ничто не ошибка все что тебе нужно под текущую игру ты выбираешь можно все ауры собрать можно одну собрать можно ни одной вообще не собрать что-то еще и сделать вариантов масса давайте очередной факт зачитаем вам вот кто-то 2.ru выступая на дремлиге друще преодолел отметку 500 карт официальных онлайн матчах пинрейт керри в онлайне составляет 54 процент но вот как раз на этом турнире такой юбилей случился антона слушай ну вообще достаточно много у меня в голове почему-то как-то дурача до сих пор это игрок относительно новый а потом вспоминаю что там уже год три четыре назад играл в канах составе играл я поэтому давно уже и понимаю что на самом деле не на самом деле он давно уже играет доту и достаточно хорошо не стоит просто игрок молодой перспективный по-прежнему была попытка выйти на урсу увенчалась лишь тем что урса нажал он дрейш и вышел но tower по моему это не спасает да вряд ли сейчас будет качаться в лесу так здесь нападение на зевса стрела мимо queen погибает queen он мало успевают выдать перед смертью на king хотя бы забрать в ответ то фу до сих пор нет уровня 6 не 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 там не хватит там стики есть а маларин готов танковать он знает что много кнопок потрачено ему сейчас ничто не угрожает не убедительно пока что фэр шторм смотрится если честно и вот я признаюсь тебе мне кажется фэр шторм пока что не выглядит как серьезный аргумент против плотничей но вот маларин только что на ноге до вошел постоял там получил три по моему вы его этих метеоров и после этого вышел оттуда чуть внизу лоб у хп и этого ничего не черный дракон а когда он станет большим и саганимом что вполне возможно в этой игре будет а возможно через бкб пойдет играть а вот там уже будут вообще крупные проблемы собирается на смог крита бы тоже засунуть в смок нет он решил что просто увернется от мира на для того чтобы ни в коем случае не спалить и атака идет в нижнюю часть карта где фармит дурачом ему выключил пассивку крип неприятно такой без грибы с грид остался на секунду и думаешь как бы добить и как раз таки это секунды можете можно решать потому что к дурачь его за коннектились уходит он под тавар есть притяжка также и от скитра дручье прочитал этот момент потому что понимает что никого на карт нет даже скан выдается не турнира при этом курьер получает думал рин за ним в погоне даже блик не пришлось использовать отличнейший конечно команда вся здесь но дурача погибает все-таки дурача погибает уже там хороший фингер а тофу отлично топа прорезает стоит могли пытается уйти неужели чем сбить нечем и по итогу просто разместный кинга на дурачь его курьер курьер сильно подвел во первых курьер да это недоработка смонтона что касается команды которая очень долго бежала то есть он знал что вокруг много людей и если они хотели спасать алхимика и навязывать здесь team fight то тогда надо было двигаться туда раньше возможно кому-то через телепорт но в итоге и задержались и курьер как-то все плохо сложилось для gg и тут еще и тофу снова немножко распайка мне попал увезли и забрали он дайнка и на варде находится queen у малрина в случае чего блин через секунду откатывается прыгать он не стал не потому что уже достаточно далеко ушел и ультимативная очередная не самое результативное получилось от эйса пока что пока что фалкон и мне кажется чувствует себя очень комфортно в этой игре они держат экономический паритет против алхимика а из приятных моментов по моему все таки успел заполучить дополнительные стак для себя то по предыдущем моменте на finger of this ну это мелочь как бы да но где-то может из моря конечно да я пытаюсь найти что-то хорошее за последние они за минуты 4 наверно для комикладиейтерс по итогу спустя 13 минут экономика против алхимика положительного фалконс и это конечно грустно должно быть для gg у зевса совсем мало да и уровень там не самый высокий даже да вот мы с тобой до зла обсуждали насколько же это абсолютно два разных героя с дозлом ты сам играть давление в агрессию а зевсом напротив ты как будто бы ну готов вот этих плотных героев пробивать но потом когда слотами тоже обрастешь тогда алхимик плохо кажется что сочетается будто бы они вместе не смотрятся ну алхимик вот он должен для зевса создавать такую вот какую-то плотную булку на передовой которая в случае чего затанчит а он типа пойдет и зевс нанесет весь урон просто такой зевс мне кажется урон носить не может и порошан начинается работа стороны курсы до быстрый рашан достаточно и это позволит сейчас фалконс продолжить давление в них еще есть 1-1 вышка которую можно спушить справится уж наверняка здесь и гладиаторы никак этому помешать не смогут да пока фальконс лучше пока все получается причем в этом драфте правом мы же понимаем что если получится задоминировать то и в лейте прекрасные шансы остаются все-таки дум это герой очень хорошей поздней игре если вдруг у него еще и старт прекрасный правило довольно сложно и тут есть приоритетные цели которых можно затыкать причем даже не одна если алхимика форме ты затыкать не особо хочешь то вот зевса или даже андерлорда в любой момент это всегда будет полезно и актуально тофу так сейчас скиттер прыгают на квина квину нельзя погибать квин нужно прятаться куда-то квин вообще улетает на базу квин умирает квин как все плохо и тофу тоже сейчас будет погибать крит его уже не отпустят минус 2 включая здесь не в своей тарелке в этой карте да в целом как-то не не получается да у гладиаторов себя сейчас проявить но тут изменится мне кажется ситуация немножко когда появится какой-то блинк появится когда дополнительная инициация как раз таки гадиатор с блинки ожидаю в первую очередь не в дело на дурачье чтобы он он мог сам выйти первым номером тут с этим пошел у андерлорду и мне кажется он сгорит он сгорит на вообще не пускают я опять этот алхимик такой же знаешь как аура алхимика на поражение так тофу сныкинга зацепил в этот раз в станчик не получился а вот фингер заработать получилось хороший ответ но сюда уже летит крит он зацепил квина вывозит его надо было выводить по трусу нет он возил подмазали на прошу прощения и отличная получилась игра открыта отличная игра от команды полкона не забирает быстро очень двух героев и более того добирает еще 175 золота за тамбу тофу получил дополнительный стак фингера пока что пока что из хорошего все может быть начнется когда-то хорошее нужно хорошая драка хотя бы 1 до ближайшее время вот когда алхимика появится бкб она может быть еще блин куда этого желательно еще не фидануть остальным и потом попробовать один раз подраться что если они не подерутся и не смогут выиграть драку то шансов там практически не останется алхимик просто всех не осилит а у зевса слишком мало зевсу нужно много времени теперь чтобы нафармить он киллы не делает он умирает регулярно он имеет меньше чем бэтрайдер когда мы видели квина на седьмом месте по нетворцу вообще за последний год я даже не где что ваша секунда игры да где что пошло не так и так я так и не понял если честно вот у меня вот так атак порсия пупса с аегисом а егиз выбить получится причем достаточно быстро он здесь возродится в рамках на карту когда бегут уже просто команда рядом команда подходит курса получает колбу причем полноценную энрейш уже закончится хорошая порция конкретно хороший флэм рейк от него и вроде как и из догнать не сможет просто все кнопки в молоко выдали так что мозгами ладеерс и теперь нужно уходить отсюда или попробовать забрать тавр дали скан проверили что никто не будет защитить тавр и тавры ему судя по всему действительно отдают бесплатно слабое утешение конечно правда но для gg сейчас любой объектив это круто так кого цепляют андерлорда цепляют неплохая цель потому что убивает слишком быстро и дальше скидер за квином queen разворачиваться он понимает что умрет выдает все что может перед смертью ли он также минус минус 4 вышка упала хотя бы да даже если там врача так что и вальяжно мимо руны богатства прошел хотя мне кажется здесь каждая копейка на счету особенно на алхимике но вот я сказал же да ну почему они там остались и нужно было уходить не только что потратили все кнопки ну это мне кажется я понимаю что со стороны комментатора ты видишь все ты видишь все кулдауна и у тебя гораздо больше информации но вот этот момент мне кажется гамин гадеет раз разлива прошлого года они бы его однозначно прочитали они бы поняли что противник будет их наказывать и сейчас хитро уже прыгать на дурачок нажать его нажимать бкб защитный дурача на развороте получается неплохо так скитера пробить скитер вынужден нажимать ультимативную форсик снова открыта погодят вина queen замедляет еще и через свои молнии и неужели да действительно забирают здесь скитера там ханта или пока что только еще маленькая ханта как называется не там нет ханды но и не будет наверно вот это неплохая компенсация конечно ну и там кэшбэк погибает целоре 8000 химиком проигрываю gg так здесь у тофу позиция шикарная двух саппортов застанил сразу же похилили и андерлорд получает тут ну да это самая цель на которую дум всегда можно отдавать у него все слишком полезное еще и зевса цепляют одно положительное действие несколько плохих минут еще прошел его явился ультимаит появился и ресурсы закончились на дурача правда появился вот такой ресурс виде этого слова медведей дурача этого не ожидая гибает полфу тоже правится в таверну по моему минус 5 там где-то набирали вроде как может в этом начале вообще умер еще он даже не участвовал ой ну что-то как-то здесь разгром разгром давали причем как по драфту мне кажется зевсу испортил только так и исполнение даже как-то жалко что вот такой матч по вывеске у нас получаются настолько пока однокалиточным ладно только первое пока небольшой такой затишься по этому реносы что фармит напомню всем дорогие друзья что у вас есть возможность получить прибыть до 3000 рублей это всем новым бракам вам для этого необходимо пройти по баннеру по трансляции использовать промо-код пара дота так что наслаждайтесь игрой а остальное за венлайн здесь сейчас уже четыреста тысяч преимуществ за фалконами отыгрывается или нет я я просто пытаюсь придумать знаешь что-то теории идеального замеса и т.д. и т.п. есть ли какой-то здесь шанс что здесь можно такого интересного сделать да вот не знаю когда вот райдер на уровне вашей тройки на две с половиной тысячи чем мидер имеет но что-то идет не так дум богаче алхимика тут все плохо я так верил в андерлорда я конечно очень оптимистично в него верил нет никаких предпосылок верить андерлорда герой плохой сейчас не зря же его не пикает думал что на старом багаже как-то получится выехать просто вот ауры сейчас не такие сильные нет в рейспакта того же самого до который был совершенным бой даже влад мир спонерф или помимо этого pipe сейчас но pipe против драфта фальконов он тоже смотрится на чтобы идеально когда так помнишь вот это просто комбинация по crimson pipe до грифсы все игра заканчивалась потому что вас убить никто не сейчас самый лучший защитный предмет это убить героев вот так допустим как сейчас пытается сделать крит просто мгновенно стирается queen с этой карты там еще и дум получает себе на голову из уйти туда не сможет дурачье слышал я от него колбу но он просто нажал и его остановить не получилось на два кора потеряны но корами честно говоря называть это это большое преувеличение такой папчик до получился для полконс такой легкий вообще не почувствовали вчера даже с айджи с против террор блейда четверки сложнее было играть там оркет на алхимике это это просто фурсы типа чтобы он рейш не нажал прикольно конечно скобочках нет ну честно ситуация которая находится этот оркет точно не станет причины по которой не проиграли вот давай так это как вчера да ты не смотрел да вот эту игру почему получилось потому что там кентавр начал догон собирать чтобы иллюзию дк убивать а не настолько себя загнали что на кентавре догоны на котле догон убиваем иллюзию дк то есть уже вместо того чтобы ну как бы хорошо отыграть этот момент мы уже ищем какие-то костыли чтобы исправить ситуацию отыграть просто хорошо самого начала как-то допустить поменьше ошибок может линии получше постоять или заменить пару героев вообще в драфте изначально мы ищем костыли уже предметами пытаемся исправить все то что уже успели сделать я я в целом не так чтобы прям сильно против попытки исправить ситуации но я очень против когда изначально себя в драфт и себя загоняешь да когда ты создаешь эту ситуацию нарочито queen выходит манту в этой игре как будто по ощущениям уже нужно было не вот этого то что он собирает а как будто выйти какого-то такого зевса который кастер с линзой и и телом по последующим для того чтобы стоять далеко бить на хай граунде из безопасной позиции но потому что на хиграун скоро ломиться будут это же сколько должны дать времени зевсу чтобы он спон ты успел там что-то хотя бы выбор немножко и синтонной иллюзии стеклянные попытку обе малари на ледь и на 40 процентов хп и это он не форме это он без загонимым и не форме то нет ну тут уже ну просто я не знаю а за них четвером бьют его ковыряют будет там дурачье ну чтобы изменилось но может быть там орки бы немножко урона но там он тассировал снимал его то я не знаю но честно вообще никак не меняет мне кажется дурачье вот именно в атаке тпдк расклада игры а это тк который сейчас купит себе агани вот он купил себе у него есть и тут самый же для места набор он даже не стесняется он играет против леона который шар дом до убивает ему сразу три иллюзии я все равно покупаете монту ему ему в принципе на этого леона можно либо прыгнуть либо его просто проигнорировать либо где-нибудь там сам рандомно в этой драке отъедет просто потому что у них уже 20 преимущество сложно сложно перетяжка наверх маларины сейчас еще и подарки на рун и нажимать форму а тут уже забрыгивает амар дурочье тп будет лежать нет не стал жать тп и за это попасть скорее всего своей жизни через секунду за него заканчивается пкб замедление уже прокает скитер пошел далеко он успевает нажать воинрейт что тесно встанет остял очень недолго маларин заходит в пид но здесь у него откидываться колба и вроде каким-то чудным образом отсюда даже команды выходит тофу как-то странно получилось почему-то он не съел обе иллюзии своим третьим видимо там хорошо раз размонтил ими ндк так ну и тем временем подходят остальные игроки фалькон сейчас можно будет нападать для начала сломать просто 2 грачеб пытается успеть что-то фармить но мы видим что мы много не хватает до кирасы поэтому раз покажем вероятно не появится в следующей трате очень интересный орки честно до сих пор пытаюсь понять сакральный смысл как что не выходит там тем более курсы уже бкб вот орки это хороший первый предмет когда ты собираешь его героя которым реально может им себя разогнать квапа условно может быть что-то сморка может сделать шторм спирит до побывать саппортов так чтобы они не могли тебе дать хекс не могли тебе дать станк или за счет этого себя разгоняешь и орки тебя окупает но покупать орки то в ситуации которая литовую уже где противник ведет и соответственно по деньгам и по шмотка может всегда адаптироваться русал купил себе бкб так туда так а под вину разминочная маларин сам не получает обуслову молоко посмотрели просто проверили где находится противник какая у него позиционка как он реагирует и сразу же после этого мунлайн шаду омар впереди из китра уже сделки временем целый переключается на если но понимаешь что с вин гораздо вкуснее квина тоже я еще и потаскивает и суду рачу нажимает пока попытается драться с кем-то но урон он носит абсолютно никакое количество из отсюда свинка выбегает но погоня продолжается есть дум по одному есть там по второму будут хранить до флейбрик засовывает обратно под скитера алхимика и алхимик отъезжает тофу будет умирать во время использования своей третьей будет умирать также и из которой до базы так и до ковылял и это гг за 28 минут от гайминг бодиаторс но легко было им было легко в этой карте ничего ну смысле фальконс не испытали плане трудностей легкая победа классная победа победа уже даже не над фаворитом да если там несколько месяцев назад джи джи бы были фаворитом практически в любом там матче здесь нам показали как раз коэффициент от инлайна там можно было увидеть что после драфта где ты к где андерлорд против вас не метавый а значит слабый большинства команд и урса против него там уже даже коэффициенты были все равно практически сразу же на стороне фальконс в общем то они справились и теперь джи нужно думать либо опять играть чем-то наподобие бруды до тем чем они умеют либо же просто забанить дека играть не против него дека сила его еще и в том что помимо того что он может ну во первых в этом билде очень страшно да и сильный он все еще на фп когда берется он берется для любого из трех коргероя игроков то есть вы всегда вы его поставите как надо и это конечно очень сложно драфт драфтить против дека когда ты не знаешь куда он пойдет на сто процентов тоже до последнего думали что марта будет играть а тут дум на ласт пик и сразу двигается дека в мид все стало даже круче я сейчас смотрю просто помнишь мы с тобой обсуждали еще последний бан когда был у команды ты говорил разор я говорил что дека нужно банить и вот я вот не знаю насколько бы если бы разор был пропущен насколько ты был бы лучше проще или сложнее потому что мне кажется декай как-то пострашнее выглядит рейзер он он не метавый да и он не он сигнатурный но не метавый а дека он теперь уже и сигнатурный и метавый и вообще неприятный герой вот только что отметил я думаю что когда у вас пули есть бруда можно разора наверное там по игре потом бруда но всегда найдет чем заняться и она совсем разор например не боится да это два разных у флейнера вы знаете что соперник точно один человек играет на разоре и против бруда ему сложно потом по игре вы тоже бруду можете на фп брать и наверняка вы на фп взяли этого разора чтобы потом его не забанили во второй стадии наверное либо кто-то кто-то там четвертый то был тимбер марс разор и четвертого не помню челпани вот вместо четвертого можно просто декабрь не начать отдавать целый ряд а не ой нет не салли прошу прощения да в любом случае и отдавать чена снакингу тоже такая себе идея надо там чем еще был так прикольно да то есть получается так что все все метовые герои не считая разора на всех играет там амар ну и чем там понятно его банят все кто а пикать не первым как-то получилось все уже на стадии первых банов все не очень хорошо для джи ладно просто пик решает многое возможно другая будет очередностью второй карте как-то за счет этого сыграют что g тоже с чем нам будут играть они не будут тратить банда на него если вдруг будут первыми пикать очевидно и того же тимбера они банить не будут в общем много там нюансов а там ребята тоже по сигнатуркам прошлись минус панга многие не банят щас панга первой стадии они вот забанили потому что там queen на нем всегда сыграют любой день что же у нас 1-0 в пользу балконс поздравляем их с этой победой хороший результат параллельные матчи идут 1 3 4 канал для вас работают можете смотреть пока их а мы пока немного отдохнем вернемся к второй карте что мы возвращаемся первая карта закончилась победа фальконс дальше на 2 гладиатором нужно что-то придумывать в первую очередь на стадии драфтов чтобы ситуацию исправить фальконс после этой карты 6 3 статистика они значительно даже сейчас уже увеличили свои шансы потому что забрали карту очень мощного соперника у фальконс завтра просто сложнейший матч против бб но сегодня можно обеспечить себе верхнюю сетку и этот матч вообще команды могут просто свое удовольствие провести потому что он вообще ничего означать не будет так как посев не важен и какое место с первого четвертого ты займешь тоже абсолютно не важно ну что как думаешь получится ли у джи очень бы хотелось увидеть все таки драфт у них более да вменяемый что ли да согласен чтобы полностью мне кажется что в первую очередь проблема была именно в драфте с другой стороны как бы всего омара не перебанить если не перебанить там допустим его те натурных героев чем может появиться и связи с этим бывают иногда определенного рода сложности но более того вот ты заметил вопрос интересный момент поднял что сейчас фп сильнее проверил статистику между играми смотрел сейчас фп в игры 60 процентов игр в независимости там рейдинг или дайр действительно сильнее даже в случае когда там фп дайр все равно плюсовая статистика это за 37 35 c это не так чтобы прям очень страшно были ситуации когда было уже даже но вот это стоит отметить и вот драйдинг фп вообще имеет там около 70 процентов винрейта что конечно же немножко нонсенс так что я думаю что мы будем как раз таки видите на вот пересменки обычно же как там начала флиппается коин и команда выбирают а у кого приоритет они выбирают либо фп либо с форму и вот здесь я надеюсь прямо что гаймины себе заберут фп если за ними будет приоритет на второй карте именно в выборе стороны и пика это может на многое повлиять это можно много повлиять особенно в таком вот матче где у противника есть звездный игрок у которого очень четко выраженные сигнатурные персонажи на которых он играет очень хорошо и очень много да да согласен сейчас посмотрим кому достанется фп действительно крайне важно я напоминаю вам про розыгрыш который есть у винлайн три ставки делайте на винлайне на этот турнир аидишник оставляете в телеграм-канале винлайн и спортс специальном посте он закреплен и ждете просто розыгрыша больше ничего делать не потребуется все ссылочки есть в описании трансляции наслаждайтесь игрой остальное за винлайн мы вот-вот переключимся на драфт там параллельный мальчик тоже идут там есть уже по моему некоторые результаты по крайней мере я вижу что короче есть результаты я не знаю там задержка поэтому не буду их произносить мало ли может не в курсе и кто-то досматривает сейчас испорчу впечатление от просмотра вот но вы можете последить на параллельных каналах там уже есть итоги некоторых карт что они делают что почему они почему они снова почему не снова скон пик как так получилось но в этот раз снова ну как бы логично мне кажется разор не такой страшный вот я тоже думаю что разор не так страшно как на нем играет полтора человека сейчас в мире амарда среди них но это все еще разор которого ну наверное переиграть возможно то есть ты считаешь сразу что амар это полтора человека это не человек-то полтора он единственный кто на нем играет на этом турнире наверное снова пока ничего не меняется у нас дальше конечно пойдут значительные изменения но сейчас что мирану будем убирать дожили дубана миран и да мне мне раньше надо убрать одного героя всего лишь и один герой но наверное погода сейчас никак не изменит мне кажется что мирана не такая же прям все это принципиальная была помнишь на должен стрелами мазал не так чтобы прям сильно на линии у них два мастера номера не что сны king что крит они кучу карт сыграли в своей карьере не очень любят этого героя стб понятно понятно абсолютно аналогичные баны пока что от falcons все то же самое можно самим забрать мирану в теории открытый грим строк еще потенциально который в целом мне кажется может против тк заехать в принципе неплохо но там сильная иллюзия стыка там все но это опять же да это расчет на очень долгой группе гримсов действительно себе добирает аганин ну блин он и шар дома замочек неплохо против т.к. т.к. а можно ну типа как-то выигрывать игру до того как т.к. все купит тебе надо думать как сделать из него иллюзию не работает как так получилось что дк разрывает всех абсолютно он именно иллюзиями сломанный вот вот это это прям вот мне кажется что это прям большая проблема героя сейчас то что у него иллюзии настолько сильно пушат они пушат сильнее чем иллюзии наги с монты ну ладно не сильнее но на уровне аграл черный дракон на самом деле даже и сильнее и более того они носят полноценный урон построением они наносят кучу урона под героем они замедляют и зоне даже после нерков это все равно очень сильно здесь вообще так он ничего не меняют не видит вот и киса и и и чё ты прикольно потому что он хорошо протекти тамбу если уж на то пошло за счет тейзера и я думаю что здесь можно быть шар даже появится относительно ранее но я бы честно предпочел увидеть просто какой-то сильный диспел и гримстрок мне там по не нравится гораздо больше у тебя есть диспел на x поле у тебя есть ульта сильная и у тебя потом где-то в детей топ сделать иллюзии т.к. но бруда ну бруда конечно ок вроде ок а вроде лучше бы против разора она была чем против т.к. да да то есть если вы уберете борту так интересно интересно но уже мне нравится гораздо больше я тебе признаюсь чем андерлорд которого видел прошлый раз вот андерлорд нечто вообще не зашел как-то у меня и за ними и смотреть неинтересно и игру не выигрывает да вот как-то короче лучше погнали вниз буду постоять но химик ладно алхимик утрачено претензий вообще никаких нет честно в прошлой игре там скорее больше бы были вопросы к вину по исполнению зевса по игре и по его над ворсу очень низкому я понимаю низкий над ворс но настолько низкий это прям надо постараться они вообще ничего не меняет им нет смысла менять и сейчас просто заменят керри на керри который может стоять против бруда что у нас осталось такого интересного против бруда на линии я все не против пуджа мне вообще пудж окажется местами персонажем недооцененным на core позициях именно когда он надежно играет там через какие-нибудь уплотнения или через blink зависит оппозиции прям скитер вообще пошел копать все что можно было выкопать и но я бы не против и здесь пуджа просто мета вы керри многие забанины а многие не подходят против бруды да там свен какой-то есть наверное я не знаю который может простоять или в случае чего уйти в лес да как будто бы что-то поактивнее хочется вас лейт и так очень сильный будет с любым керри дополнительным а если возьмешь свой на то но он в отличие от урса все-таки побольше афк не он тебе не дает рошана а это наверно было одним из балконы наверх да но не снова закрывающий они просто закрывающим воспользовались никак а воспользованием никак потому что они не знали куда идет дк нет вообще на самом деле знание конечно куда идет так они сейчас не знают куда идет дк скитер играет начало много причем играет на дк то есть амар точно на думе а дальше дк флекси но цена забанили от греха подальше на га уже и так бани до которой против бурга стоит нормально метра некр дазл я все еще за это глаз пофиг на дом разберутся как-нибудь линию выиграть у дк банка они панга в бане прошу прощения просто увидел в первом магнуса было нежели панга поселена нет нет ну не кардазл классно я все равно буду настаивать на том что здесь хорошо как и в прошлой игре в принципе с ним драфт смотрятся герой наподобие пока который не обязательно выиграет линию дк но который потом по игре сможет сетапить для какого-то алхимика до для того чтобы тамба лучше работала здесь не причем надо буду совершенно серьезно пор делаться потому что есть еще и тегис сверху с дизармами и прочими прелестями вот какой-то такой персонаж который действительно мог бы делать траки понятнее и проще прошлая игра полностью зависела на том что вот пять человек бьют алхимика алхимик от этого не рассыпается а в это время стоит сзади queen и стреляет там латнинг болтами и сурки тоже шарда выдает весь урон в этом как бы была идея по крайней мере мне так кажется у драфта но она не сработала потому что там тут дурача погоняли поубивали несколько раз queen вообще ничего не наформил ну и зачем создавать вот такой сложный велосипед где у тебя должно быть много частей которые все сработали когда можно взять какого-то условного пака который на котором queen играет да и просто играть в относительно нормальный дефолтную доту при условии здесь по хорошо смотрится на самом деле против мираны он нормально адекватно смотрится даже против этика да там есть мгновенный стан от дк и дум супер неприятный но это и другое к 30 условным условно линкой ранней и вроде как играть можно у прайма убийств еще непонятнее но это понятно что дк керри теперь просто вот все на может как бром за свое время дом керри дазл некор и не хватит урона на вот этих три крепыша я вообще не вижу как они всех убивать будет бруда будет одеваться ну как керри да наверное дополнительный такой второй алхимик как обычно какой-то spirit ему просто не будет хватать урона здесь пак согласен но тоже мне кажется может не хватать урона там ведь можно подстроиться вчера он мирана какая-то бегала у нас грифсы pipe она в какой-то карте то есть просто мирана аурона собирает и вам просто не будет хватать дэмэджа я понимаю день некра но мне кажется он слишком сильно упирается в дума теперь уже да потому что как бы позволили этого дума взять но все еще это можно как-то пытаться исправлять можно просто линии выиграть жестко причем я серьезно не вижу здесь я любой вот этот маг кастера который очень тоненький он так рассыпается и все эти кастер им просто не будет хватать урона и тут нужно очень хорошо отставить линии выиграть их и по экономике вести что нехватка урона на скажется внизу с лартар вот да кстати вариант да это тоже хорошая идея то что милишник милишника хотя бы стоишь по-любому ну и с алхимиком хоть как-то сочетается плюс брута у тебя руками будет бить да наверное можно дум без брони дк его сильную сторону ослабить сделать его простым смертным кунка не это не то не значит мне не очень нравится кунка это ведь утилить и кунка да будет он же не купится то и дал ус рапиру бкб вот что-то такое не но он может собрать себе типа этого я не но блэдмейл какой-нибудь блэдмейл аганим сейчас так играют частенько нет но здесь торн шторм смотрится отлично торн шторм как знаешь как по развлечению менеджером чтобы он был для того чтобы топ-табу где-то защитить где-то создать пространство драки смотрится хорошо есть зацеп дополнительные там чтобы от тебя не убегали всякие герои вот сейчас приходит на линию против марина на прямо в листе насколько ему там грустно на самом деле нет ну не так что говорим совсем грустно но опять же line не тот который он прям выиграет не тот который он вынесет вперед ногами а потом все упрется как раз таки эту самую потенциальную нехватку урона у саппортов здесь урона не так чтобы много ну интересно интересно все таки я не знаю я снова думаю за всем у нас перевалит даже больше будет но это винрейт в патче в драфтинг про победите интересно вот так вот говорит нам в прошлый раз это так же было тоже больше было на джи да ну да за 70 да не не было все четыре на 36 до 35 но чуть-чуть сместилась опять еще в пользу фалькона я я я соглашусь вот мне кажется что парковка лично что-то они знают про то что происходит потому что вот по травм честно и то и другое играется мне снизу нравится больше но не снизу нравится больше там из разряда 52 на 48 но я вот смотрю как они играют и смотрю как queen там делает надо какую-то непонятную вещь и у него на здесь сильный творц меньше чем крита и врачей покупаете нажимать пока башки я вот начинаю верить в то что здесь действительно прикольно является фаворитами и вот если на прошлой карте у нас был один и 9 или 9 кофе центы то здесь уже 178 на полкон и 202 на геймглодейтерс понятное дело что никто и все счетов не спит понятное дело здесь сигнатурная бруда для эйса и понятное дело что эта команда которая весь просто сон разрывала но я чувствую силу за балконами как-то так да я тоже мне все равно не нравится совокупности драфту gg они могут сыграть по-другому не могут просто сыграть лучше потому что в прошлой карте не сыграли так себе и эйс на бруде может соло выиграть но я смотрю опять на нижних героев сколько настолько там простой геймплей даби беги вообще ничего на исполнение нет никаких сложностей нет дк там просто редкликом прямо без такая же практически история еще контроля куча даже пусть бкб то есть алхимик собирается бкб условно даже когда он все равно не сможет прям гарантированно в драке каждый раз стоять и бить то же самое может стать и про кунг то же самое может стать и про эйса есть чему справляться с там бой в общем адаптация текиса от тофу мне нравится но в первую очередь потому что мне его ли он показался очень сомнительным это не пайлайдай был не красава и вот посмотрим что он покажет нам на текисе так из герой очень интересный сейчас мне кажется что его понерфили да но про него слишком сильно забыли так маларин умеет на прямом бусте играть queen тоже на кунг и хорош на как он как он не знаю здесь я бит Продолжение следует... 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 дальше героек и завтра и g ну то есть эта команда с которыми если гаги не берут очки с этими командами хотя бы три из четырех то значит они просто не готовы к турниру поиграть чемпиону как бы первого большого турнира в году это не зазорно это ну за это их никто там не осудит не накажет и так далее да но с героиками вообще керойки там тоже показаны да и интересную игру и хорошую но мы потихоньку решаемся уже обратно в наше действо мы видим что queen действительно смог прогнать маларина с линии но или маларин сам думал пойти вниз посмотреть может быть есть какой-то потенциал и пока пока все очень и очень ровненько только вот у скитра 6 аж целых динаев из и гоняет из немножко не досчитывается экспириенса в первую очередь это тоже нормально есть начнет играть дота когда будет 6 уровень привычно для бруды прикольно да конечно что ген гладиатор для того чтобы результата достичь они все равно используют очень старые наработки и наработки которые у них работали еще в том году с тех пор героев несколько раз их нерфили и это на самом деле так здесь тем временем попытка была убить маларина теперь в итоге погибнет сам queen потому что здорово здесь вовремя оказался крит у крит всю свою карьеру был очень активный четверка которая всегда оказывается там где нужны и честно если бы не он здесь не пришел там там вполне возможно был бы соло фрак соло фб для квина а по итогу нас получается что молин получает себе преимущество он сейчас законтролирует еще и урону воды и разрыв между ними кунка и он возрастет причем прямо без это герой который может позволить себе собрать там конь супер ранний бкб собрать просто какие-то шмотки так или там плейдмил какой-то есть да он на на старте хорошим таком и с ним просто ничего есть нельзя будет сделать и тут омар который хорошо фармит вроде как имеет свои шмотки и вроде как даме прямо без рисовывать достаточно крупные вас хитро все идеально и опять мы можем наблюдать картину где внутри вот этих плотнича идут вперед и ты ничего противопоставит момент и стыка не владеет раз не можешь и вот это я очень и очень боюсь да ты не бойся там что дурача сейчас его подзорвет до подзорвал еще ставится тамба дурача начинает прожигаться сики имеются критву приходится отсюда выходить целый в погоне но солари бежит по огню ему очень больно к коннектится конечно бомбочку тофу и при этом бластов тоже прилетает вовремя еще и конкассе взлетать по амару и здесь будет минус 2 в исполнении уже лицами гайминг ледиаторс даблкил от солари где на такое мне кажется уже видел прошлый раз недооценили они наличие вышки на которую всегда можно прилететь прилетел он дает два фрага удается сделать классная перетяжка так иначе смогут быть проблемы его сбивают в случае чего имеется по выбирают мурина правда него маны не хватает одеты он еще в откате прошу прощения но вот только только вот он появился и сразу же queen отправляется в таверну следом за ним возможно сейчас это потому что крит начинает его прожигать и накопил уже 300 а папу хорош там по двоим но выйти отсюда получится вряд ли и соответственно это будет еще один ключевой фраг для команды балкон причем деньги зарабатывает крик еще и тофу курьера убили с ботинком на три минуты он остался без сапогов только может вернуться наверх внизу побывал помог у друга снариса ой здорово рим конечно красавчик а это еще под седьмой минуту да нет 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 вот я сейчас они еще и руну забирают то это это будет они забирают понимает это боссов пошел стрела перекликал красавец сломай там был ломать в первую очередь на кинг вместе с маурином справиться маурина появляется возможность прилететь он знает что никто сбить телепорта вы не может тоже стянули сюда двух саппортов соперника руну конечно собрать не получилось falcons зато у вас получится сейчас узнать новый интересный факт вот dota 2.ru сникинг обладатель рекордного количества смертей за одну карту почти 735 кристалмейдан играем против б.б. он провел стерна 18 раз ту карту соколы проиграли восемнадцать бесконечность не предел можно больше ну вообще есть такое мой ладок расскажет у нас атака по маурину уйти у него пока что не получается таран коннекция своевременно но вот та самая проблема он слишком много получил на старт у него слишком много но слишком плотный у него фазы ботинок всего есть а вообще есть такая категория называется mail of awards когда ты умираешь больше 20 раз и все равно выигрываешь игру тут нас атака по амару кстати амар сможет оплатить за свой наглус успевает выдать думку дурачье дурачье от этого дома погибнет он сгорает флеймбрейке и еще и за вином вышли саппорт и саппорт добирают второго кора прям в прыжке он его схватил а тофу тофу переживет это потому что селари оформляет килинг спитом через амарином фанаты две штуки они его по чуть-чуть замедляют по чуть выгрызает и саларин доминейтинг уже имеет но конечно разыгранным было красиво малыри просто в воздухе схватил пофу правда красивый момент не привел вы смерти героев команды гайминга дейтерс хотя крит на позиции возможно хочет добраться стопу получает кстати бомбов и сам получает замедление салари на позиции того чтобы продолжать эту агрессию крит прилетает через клип и уходит из плохой позиции тофу быть и пытаться снова он пытается область на фото нет моно кончилось vision имеется но это оказаться не достаточно я мар пришел подхилил и на этом эпизод закончился 56 довольно бодрое у нас начало много фрагов малырин активен он выиграл миту кунки не без помощи тиммейтов но 1000 выигрывать у кунки на милишнике это всегда круто бурда уровень 6 берет вот теперь вы броды начинается гранным скитер играет на дыка которому плевать вообще в этом 20 пауков будет бить он их не почувствует а там с силкинбола урон магические и физика и там в принципе без разницы даже есть маги сильно пострадает по-моему просто магия может быть его там будут пробивать тут у нас атака пошла немножко не затаймил с таким снова свою стрелу малырина зацепили будет возвращать обратно под корабль сам имеется не самый удачный был по-моему так что-то марина он слот и поэтому выйти отсюда не получится лари ставит неплохой табу под ней работает с найти ты понимаешь что работа вряд ли будет успешной а нет все-таки вернулся будет добивать тамбуры параллели с этим еще и работает под афу таба забралась это фото же забрался потянули еще и квина сюда прилетает скитер первая позиция смещается потому что зарать фраг но враг забирает для себя крит оба уил для бэтрайдера погоня да за малы нам оказалось очень неуспешны по итогу много фида слишком много фида gg столько не обязательно и сейчас и дурачье будет убирать сетка ту команда даже не полетит все еще один фраг как раз временем тиммейты его забрали вот опять классиком жанра алхимик 1 дальше три героя соперника фон форсов и бэтрайдер опять безумно богат и крит конечно исполняет в этой серии крит уйдя наконец-то предыдущей командой да когда он сыграл с ними там косарь матчей много лет подряд играл он как и квин мне кажется тоже просто задышал так скажем когда квин уходил с северной америки он даже совсем стал другой игрок он всегда был крутым исполнителем просто лично его всегда тянул на дно я вар например я всегда поражался ну что он продолжает с ним играть дальненько как бы отмечаю queen и даже когда были времена что над ним подшучивали да он тоже таким мемом был периодически вот ничего выиграть не может как-то его не котировали я не знаю если постоянно не соглашался ну тут я вар тут я вар посмотрите просто просто что делает я вар и почему-то queen сидел сидел с ним ушел сейчас то же самое может быть с критом его карьере это сейчас камень в огород был артура интересно не обязательно артура вообще это атмосферы там же все там же все кроме оффлейнеров играли очень долго вместе fly ненадолго уходил вернулся как бы бульба все время там это вся атмосфера люди наверное приедается это все вот они там знаешь вот есть вино которое хорошо настаивается а это вино которое забродило мне кажется был тот состав и я с тобой полностью согласен мы даже артурку вот сейчас видим он реально что хорошо играет а гораздо интереснее за ним дать всем это на пользу пошло всем на просто разбежаться это всем пошло на пользу такое как бы и в спорте тоже происходит иногда обновление нужны я конечно сторонник того чтобы команды играли долго вместе но по меркам дота долго это там полтора года уже долго а пять лет это вечность за пять лет люди начинают карьеру выигрывают интернешнл заканчивают карьеру селари проблемы на нем на этих стрик не забываем а то есть даже загонгать его не стыдно и забирает вам себе крит посмотри на его деньги он слышь и снова обгонит квина паралит этим топчут эйса он слот работает есть браспайр от скидера и это минус 2 по карте и перетягивается хочет заработать чуть денег для себя говорит не хочу чтобы не снова обгонял крит под отворцу но пока что вектор движения крита и вектор движения квина по этот форсом говорит о том что скорее всего бы трейдер слова обгонит вражеского мидера вот сказал у минус 2 по карте я сразу подумал что ты счет матча возможно карта 20 но к этому все идет сейчас объективно к этому все идет пока бруда не может как-то изменить ход игры queen можно сказать отсутствует и это будет utility кунка через аганим опять все ложится на плечи дурача на алхимики на котором у него очень последние матчи не очень складываются и здесь алхимик не до чтобы каким-то путем героя давайте посмотрим на кайпы чтобы понимали насколько здесь все хорошо для пальконс 114 на вилайне и 480 на джи джи это разгром это будет кунка не через детей это будет кунка через фьюти лети английского языка в чате ну правда это кунка откуда от безысходности в этой игре есть него blade mail пытается на кого-то найти стива неплохо не стоит агрессивный но там никто не показался вот сейчас когда заходит команда полков что заходит они под смоком и этот даже move они прочитали не понимали что как не захочет себя где-то реализовать а и поняли что нужно просто защититься поджаться и теперь уже можно выводить патра аку причем зайдут они в спину зайдут они потом футов вот сейчас будут большие проблемы вину сбить тп получается ой как хорошо вошли за стрелой вместе с пульверайзом сбить некому пульверайзе то листок пин будет умирать только-только он нажимает блэк мил даже крита это не убивает добивает его если правильно понимаю зомби на погоне пошла за андаингом скитер уже сидит на голове у селлари также погони маларин тут же его слов у него откатился можно бежать вперед можно под т-3 уничтожать вражескую команду рачье накручивает банку час удаст ей по голове маларину и маларин мне кажется и не почувствует так и есть комболь там стоит какой-то кстати аппули и забываем что у них терпись 3 урона но этого явно недостаточно дурочью просто выжить убегать и он не убежит полку после возрождения приходят обратно в драку будет прыгать по маларину зачем непонятно он тоже понял что непонятно зачем прыгать и отменил бластов на по итогу просто минус 4 по карте какой-то развал на это развал это даже не привычно ведь я конечно не смотрел матч bb с гладиаторами там тоже было 20 больше кстати джи никому 20 не уступили вот сейчас близки к тому чтобы второе поражение на турнире потерпеть и не знаю было ли там также жестко с другой стороны мы же понимаем тоже чем смысл вы отдаете два раз подряд дк вы отдаете четыре одинаковых героя которыми и берете тоже там половину таких же и снова цепляетесь за этого алхимика как будто знаешь обычно когда берут похожий драфт сами игроки и отдают сопернику думают так мы там допустили по игре ошибку драфт нормальный вот сейчас точно исправим сейчас сыграем как надо и все получится это не в героях дело но такое чувство что все-таки в героях так там бар шикарная прямо в упор к сопернику но кстати ее сломали но здесь будут потери будут точно потери у фальконс уже задавили слегка один в один пока размен в пользу причем джи джи нужно наверное отступить или нет или контратака в бруду хорошая правильная самая главная цель которая могла здесь погрызть еще несколько человек вина тоже добивает вот это они развернулись конечно дурача пытается хотя бы крита добить они убили и дальше на селлари и дурача перепрыгнул амара в итоге дурача теперь вынужден будет отступать а там уже и мек а там уже и бэтрайдер не битый целом можно будет еще по откидываться скиллами дурача снова банку заряжает готов прыгать 7000 вроде начало драки неплохое да размен положительный маларин там не с полными ресурсами был удалось его забрать но потом дважды можно сказать фальконс успели развернуться и тянуть за тобой не стоит за собой несколько героев тофу случай срочно шарт нужен я не знаю вот мне кажется что это будет ключевой потому что он вот он прыгнул стоит жанда он он вроде правильно все делает просто он немножко не успевает а если его будет возможность нажать дизайн вовремя то сильно так положено поменяется атака по малари ну да щекотали немножко правил ты стал вот прошла получился бить в этот раз уже нет там утром штат имеется и вот если будет тейзер который ты можешь сам активировать на флофу на его таки си для того чтобы за протекли тамбу то может быть в таком случае такую тамбу можно будет ставить она действительно будет очень результативный и там уже получится даже то есть после хорошего начать от начала как-то в драке на хорошем начале капитализировать но пока что собрал себе урнул и и пока все queen дважды на 7 строчке полный курс дважды подряд это крик же такое было прикинь такую карту на вот так усилишь нас найти еще если такая была хотя бы раз ну так это спустя 20 минут он проигрывал дважды четверки соперника так атака по думу дум приоритетный таргет почитали только что доме ладеет расходили что даже думаем не по зубам получает думы разворачиваться дурочек дурочек понять делать сюда никуда не уходит оба стоит тому сейчас сломают ремарит кредит полетел до крит полетел тофу жгется и тофу будет сбит маурином за самаре погоня не получится бонус успел начать т.п. но ну какой дум чем вы собираетесь убивать вас нету столько уронов что это и да и кунка через футилити тоже который сейчас соберет себе аганим прилетает в центр начинает драку со скитрамский трава не чувствует а вот маларин как раз таки очень больно делать квину сбивает двоих по пути на вражескую базу обоев при этом убивает на целоре получает тип не знаю за что по-моему типать нужно несколько других игроков но в целом играю те же самые герои тот же самый сценарий абсолютно абсолютно то же самое бруда здесь ничего исправить потому что бруда против этих героев тоже не такая крутая не знаю можно конечно придираться дану по исполнению может быть можно подраться к вину наверно же стоит такой сейчас будут проблемы она по драфту конечно вопросы ко всей команде однозначно яйца растоптали под блейдмейлом дальше продолжается изничтожение команда гаймин гладиаторс за весь сезон им стят в этой серии слышу накручивается банку дурачёстный кинг получат банку замедление есть есть также что на продолжение забрали хороший фраг причем он достался по футу даже не алхимику достается фраг но хотя бы так хотя бы какие-то признаки жизни нам гаймин гладиаторс показывают они еще из-за которой свою урону мудрости против акселлари на позиции до для этого и ну это это еще отыгрывается пока не знаю как думаешь отыгрывается какой-нибудь халявный вот торн шторм который там не знаю станет который который застанет нанесет три урона бруда и алхимик ну голые на фоне этих трех жирничий справа не знаю я вообще не верю вообще не верю в то что это возможно перевернуть честно скажу хотя этот патч нам показывает огромное количество камбэков уже и на этом турнире их было множество вот такое преимущество там по 7 по 5 по 10 тысяч там 20 25 минуте уже много раз отыгрывалась но здесь алхимик вот если там слева был не алхимик и вы проигрывали 10 тысяч вот вчера например liquid 15000 вели антимага и ты думаешь антимаг наверное может тимак как-нибудь там антимага на резку сделать турнира сколько раз на тонну так умер где-то один качает он видел шим у него был blink ну что это спят спят ребята да есть немного или будут вернее просто переиграть давай скажем спят не спят но пока он сыграет лучше в этой серии намного крит вообще вот прям смотришь на него да вроде бы и уже такой питера молодой да вот вот до троя молодость это прям идеальное описание того что сейчас китом происходит наблюдать за таким невероятно приятно финн его обогнал кстати пока вы просто по и разлагольствием как бы дефирам пелик к риту он-то на секундочку уступил козырное место по над ворсу в раском видео правда и понес уже толпа сейчас будет управлять ситуацию сбили тофу будет скорее всего минус антоп был для скитера и пока что пока что камбеком конечно и пахнем хотя вот было 12 тысяч полторы две минуты назад они 12000 и остались зато не собираешь туда плюс он эти какие-то здесь даже нет рошана надо идти просто брать уже нет да не пока мне кажется уже фанится честно мне кажется что полком уже просто фанится не понимаю что играю игру эту отпустить будет сложно и они просто получают удовольствие сейчас там не на статистику крают с другой стороны я могу представить себе какой-то такой то есть потенциал камбэка у тебя потому что во первых без бкб вся команда falcon и это может им аукнуться где-нибудь на базе под минами текиса это раз во вторых у тебя молрин который играет на прямо в листе а прямо висты герой который идет в один конец всегда обязательно вот него обычно есть ход но его нередко есть выход а вот сейчас дурачье замечает маларина тот нажимает уже blade mail и дурачек он сейчас встанет будет стоять да будет стоять встанет в это время маларин будет ли как-то пытаться капитализировать на этом нет решили что нужно просто грамотно отойти сами самоках находились команда falcon и вовремя вышли после неудачной инициации стороны противников готовится атака маларин позиции сейчас сама позиция чуть получше у gg они там готовы принимать пока у нас такое небольшое затишье в этой игре пока все ставятся на война всем дорогие друзья что у вас есть возможность получить фрибет до 3000 рублей вам для этого необходимо полить и по баннеру под трансляцией использовать форма код пара тата и наслаждаться игрой самое главное старись игрой остальное за винлайн мы ничего тут самое главное не пропустили пока что возможно будет только так она по фулл пытается он отсюда выйти по дизору находится омар но этого не достаточно понятное дело там слишком много периодического магического урона из все еще слишком мало на фарме если тоже конечно непривычно видеть им бедным я хочу чтоб queen на крит на четвертое место на пятая ладно пятая алхимика уж не догонит было бы странно но в теории наклада нас атака по маларину есть по нему стана продолжение какой же он плотный очень порция открыта но тогда его обратно собой под действие там бы там действительно с ним разбираются убивают его дальше хотят проложить погоню под бкб идет алхимик на блинке в отсюда выходит омар понимаю что драку уже скорее всего проиграна хотя скидер так не считает он врывается по алхимику как же много он урона по нему вносит не уже вилки висит но врет так и есть попу прыгать по скидра но это уже неважно потому что он носить команде из белами гриз просто никому queen пытается отзонить себя хоть кого-то нажимается бкб на амаре параллельно эти правда бруда на баклайне смогла сгрызть хотя бы мирану правда теперь сама бурда находится под ударом и драгонайт я думаю не отпустит целари целари в примере в пример себе конечно же с просто и сможет потеряться здесь неплохо отхиливать за счет инсейшим лохангера но вот сейчас закончится и просто скидер добивает последним браспайром и это будет все равно драка в пользу команды полком который еще и доберут тофу амар его не простит хотя драка началась но откровенно неплохо но и не подавали признаки жить это ему запомнят это минус 5 часа будет такой медленный вальяжный из лари горит лобуса хотя бы дарить да ну правда ведь не было считай про и был без став драки но судя по всему поняли что огромный запас по силе героев сейчас и самое главное ну был сигнал они потратили много там чего-то точно нет погнали все развернулись и пирам разобрались там денег нет в первую очередь там декоративные пункте которых вот утаскивают и убивает просто за бесплатно дуроча правда нет ладно не за бесплатно там какое-то время кредит и он проведет он умрет и queen посмертно оформляет даблкил окей ладно все назвал декоративно он обиделся это будешь знать как называть легенду не хорошими словами нехорошие как красивый молодой человек не ну ты же не такого развал черный дракон д.д. doom сверху бкб нажмем но понятное дело никак не поможет то попытается бодиблокать пытается уйти но там уже в него летят снаряды гем они отдаются над к преимущества и драконы пошли драконы черные по трем линиям здравствуйте и не могу быть дракон в бане да ну был бы разор ну честно позор лучше проще против разора играть на груди тем более не знаю неужели нет керри вот допустим разор стоит сложно у них неужели нельзя найти керри который стоит против разора как бы пофиг мне кажется много такого нибудь я не знаю да он шишера возьми до выбегая из-под него да спокойно стойка вывер тоже пикался на предыдущем турнире часто достаточно зажата зажата не сейчас на базе пытаемся понять что и как должно сейчас происходить нажимается смолк снейкинг ставит очень глубокий варф причем не на центре атака по малори на плохая по моему цель для инициации там где временем queen постоял немножко в стане на стрелу затанчили пауками и поможет надраться продолжать queen там за шикота и за шикотали дурачок больно ему но торн шторм работает и там стали находится дк по дк теперь пытаются поработать но опять же там какой-то и неплохой такой урок что влетел я так понимаю от груды и брута вместе с командой пытается грейс хитро у них это сделать получится фанатов набрал малын просто вагоны маленькую тележку эти зомбаки по моему стали чуть не кочевым аспектом выигрыша в этой драке а драку на секундочку так и гамин ладейт раз выиграли да сурином 2 800 урона от он дайнга там реально манатами просто загрызли тофу так трейсер нажать не успел у него реакция конечно это ему не помогает никак хотя возможно поможет его команде выжимают из омара его бкб да и не получится выбирать вовремя вообще сам ли помогут и сейчас может против бкб берут если он немножко ждет крест даже там 6 или 8 секунд держатся на противнике или 4 всего лишь я не помню 4 было но было 4 потом что меняли или или я могу ошибаться можно пояснилось не ладно окей ждать всегда четыре ссоре есть мисс информацию так на штамп на фалькона узнали что оказывается когда стоит там бах а вы еще под т2 вышку лезете тот выигрывать чуть сложнее становится и над наверное сыграть дисциплинированно там пока был бруды не если гладиаторы это выиграют если они камбайкнут это ж не знаю нет ну тут меня не я честно вот да была ошибка конечно очень грубая слишком глубоко они пошли и с тобой никто самой главы не справился но тут заслуга топ в первую очередь который без армии влетел ну смысле с тейзером летел и выдал дизармы по куче героев и тому не получилось сломать но если следующий раз ее приоритизируют и при этом там убьют заранее саппортов а тем тем более сейчас не пойдут этими жизнями скорее всего на проема обе стену я не уверен 100 процентов то вряд ли взять то есть аромат камбэка в воздухе имеется но он очень-очень легкий аромат камбэка ну говоря же запахло камбэком поэтому аромат камбэка там еще три руны и забирает а с алхимиком то это достаточно много что одна из ключевых драк скоро состоится возможно самая ключевая чуть-чуть по экономике уже отыгрались gg несколько тысяч и сейчас если удастся повторить игра может резко развернуться как подниматься подниматься ну довольно сложно да где часу под тамбу и нужно просто хорошо поставить здесь не сложно хорошо поставить тамбу и снайкингу номер они тоже ее еще нужно найти прыгнуть рискнуть жизнью поломать ими лишником определению это сложно так а тоже возможно придется отвлекаться тамба короче целари и уйдет уйдет мне кажется вот они сейчас могут позволить себе играть и в ногу ой тут ладно они могут позволить себе вина забрать причем по моему бесплатно даже без вольния пульвера из это делается одним лассо отделались и немножко не аккуратно вышел там сверху показался д.к. и он подумал что наверное команда зашла и поэтому он вышел то есть это нельзя сказать что это была большая ошибка а касательно того как заходить мне кажется что д.к. в форме с мантой своими драконами может медленно наверно сгрызть несколько товаров причем относительно за бесплатно нападать в его аегис вряд ли сейчас захотят к медальдерс и как только я об этом говорю они идут в смоках куда-то интересно queen не здесь нельзя так вставляться не но если там соло таргет какой-то вот допустим а т.к. до заходит к ним на на огонек вот хотя он неплохая цель и отрыв успеть ли отреагировать блин к него имеется он сам думал атаковать нажимать бкб и просто ноги отсюда выходит целая немножко по моему перебайтил в этот момент он батил чтобы на него выходил т.к. да но таким образом он увеличивал дистанцию между думом и алхимиком что в конечном итоге привело к тому что реагировать было очень просто не знают фалькона как пока закончить эту игру даже соло фраги возможно блокинг бар на батрайдере отправит их вперед вот как раз вчера мы видели матч против айджи где фалькона дважды вели во второй прям вообще серьезно вот примерно также 17 18 тысяч но с первого раза эти не получилось они допустили причем макро ошибку из-за которой отдали рошана и преимущество с 18 упала до трех пригибают настолько но все равно выиграли тоже это было с дк мне кажется что ну как ни крути и здесь даже если там сравняются по деньгам у нас гладиаторы у них драфт не тот который выигрывает против вот этих от плотничей в супер глубоком лите пункта не скейлится в кроме не с таким белдом вот скейтер все замечает полку убивает выдать станчик правда получаете замблинуков конечно реакция офигенная но дурача на развороте это нельзя назвать работы потому что ты вообще не почувствовал саларе ставит аму вот типа маларином вроде как хотят поработать малари нажимать пока выходит вот он пошел бить сзади оказался вообще где-то непонятно нажимает там bkb и вроде как выходит сюда команда гладиаторов хотя мар может остаться до останется он здесь не один у него есть 2 пока у него стройку и самое главное у него есть маларин который уже работает по рису и из этой работы не переживет также не пережил работы и queen это минус 2 скоро исполнение команды полкон амар его засунула на хайграунд я так понял на тайтл вейвом от пункти и это вообще никак не помешал он просто 2 пкб вжал а здесь еще и подручу хочет поработать нет нет не получается пока что цевет за счет и мир остатчик полетел в скитер а скитер живет потому что вообще ничего не чувствует нажимаю черную форму дракона нажимает иллюзии 1 пошла на тофу 2 пошла на дураке она просто пошла на дураке 2 просто помогает уничтожить строение и строение падает очень быстро прыжок вперед дурачок классно боджет стан но сыгранно красивая результата правда пока что не очень много накручивает по кому хотят поработать хотят по работе по скитеру скитер получает кокшен и дальше стоит просто вообще не чувствует на добивать эту линию обязательно пока кунг отсутствует тут иллюзии справиться если от прыгнул проверил ваша ваша на алхимике это чтобы тебя нет тп шелезу пока бы видимо потому что вот и пошиваться начали надо выигрывать очень оптимистичный бар можно до этого просто не дайте я не ну одну драку то выиграли и вот хотят сейчас выйти попробовать может быть выбрать вторую драку накручивается конкокшен дурачь он по форме посмотрит паучки разбегаются по карте пауки сейчас должны заметить малари на нет замечаются на кинга с на кинг поставил фарды агрессивный замечает он свою очередь квина и соответственно знают позиционку сейчас фалкон и просто аккуратненько отступают а перекруппироваться и скорее всего выйдут в свой уже выпад потому что пункта показался внизу и соответственно знаем где queen возможно изолирован смоки кучи за наверно у них не не используют пока что нету мир она есть у мир она есть с на кинга пока что не хотят не хотят просто так нажимать скитер в дистанции прыжка по эйсу не торопится форма была нажата относительно недавно на ней еще достаточно много времени и почему-то решили этим не пользоваться скитер вообще просто мы ревод его тонда инга это важнейший герой нет нет там ну ну как он они интересны конечно могли бы прыгнуть вообще но они гангали через всю карту прыгает вот эта цель он конечно выбрал самую плотную практически и там бы оставится на там буду на переключиться там уже герой вытаскивают бруду вот и дк эмирана бьют сейчас томстоун пытается дурачо как-то начать атаку помиране тамба от хилена немного дурача погибает у него байбека нет томстоун все это время стоит сэйвит своих но даже так покупает керри команды слишком большой перри фармский то даже думал прыгать еще раз вот раз тому за сэйвине но не хватило потом за сэйвить дурачье хорошо почему прыгает толпу вообще вот будь там преимущество сейчас не 28000 будет а преимущество 1015 даже ну плюс одна какая-то шмотка на алхимике плюс 1 агрессивная шмотка я надеюсь на на пункте вполне возможно драку бы выиграли то что кнопки нажались хорошо сделали все плюс-минус правильно просто уже не держат удар те герои которые должны это делать прыжок вперед минус эйса его утаскивает крит куда подальше и живет достаточно долго под кораблем особенно но этого оказывается недостаточно квин теперь сам подставляется его в кульвера и засовывает малрин и отпускать его понятное дело никто не будет тофу бластов хороший дизарм по-троим квин до сих пор каким-то чудом живет но понятное дело не долго и теперь уже по саппортам может позволить себе работать команда полкон тофу будет умирать хотя нет байбек байбек от квина кого-то напугал интересно квин хороший тайтл вейв но малрин каким-то образом как он прервал только что тайтл вейв я не совсем понял дурачё дурачё прыгать вроде собирался банку заряжал по крайней мере здесь сразу же контратака и амары дурачё умирает и сдаемся выходим уже 2-0 фальфонс да гэгэ пишут 2-0 и это очень убедительно было очень убедительно но скобках напишем что все таки все таки два раза отдавать такой драфт байконс нежелательно так боятся амара что даже отдают драгонайта который по сути стал причиной таких достаточно легких побед ну и все остальные тоже сыграли круто наверное для меня вообще мвп этой серии крит в битрайдере да он был очень хорош обе карты подряд и оба раза он фармливал много то полезным был в центре вот во второй карте самое первое его действие он в центр пришел защитил своего и убил кунку и с тех пор мы видим как праймалбист выигрывает косарь просто у кунки очень долгое время ну до того как большой разрыв не начался между командами то есть все в одним своим движением крит выиграл центральную линию для своего героя который стоит против кунки который в свою очередь считается очень хорошим лейнером который обычно не проигрывает лично здесь получилось вот 313 крит ой квин это наверное одна из худших серий в его карьере в гладиаторах именно в гладиаторах такого он наверное давно не испытывал надеюсь это ударит как-то по самолюбию потому что но надо исправляться теперь отрицательная статистика побед поражений у джи матч не самые сложные остались но в них тоже нужно как бы еще победить что выйдет но мне кажется не готовы к турниру они выезжают в матчах те могут выезжать насчет скилла который остался на уровне но и драфты их адаптации вот под новые реалии они отсутствуют возможно они переоценили то насколько сильно понерфили драгонайта потому что драгонайт вроде как его до 735c резали героя не давать ну ладно давайте против него играть дальше какие то вот я смотрел тому было брошка алхимика честно выглядит и звучит как полный нонсенс я не считаю что хороший предмет против дк который в черной форме имеет там очень много резистенса к магии и это не так чтобы очень хорошо работает против праймал писта за тормом шраудом но вот какая-то адаптация да была не самая удачная откровенно и постфактум об этом очень легко говорить но вот какие-то адаптации есть но мне кажется адаптироваться нужно еще на стадии драфтов а не на стадии когда в игре уже забираете брошку на алхимика да пожалуй что ж поздравляем еще раз фальконс они сейчас этой победой практически обеспечили себе верхнюю сетку а значит вторую групповую стадию у них стата 73 в общем этого может хватить многих команд четыре поражения так что бб и фальконс точно выйдут уже за другие два слота борьба будет продолжаться до самого конца потому что кто-то из пары азуре и джи там может по 0 параллельно выиграть я не слежу пока за результатами не знаю даже закончился ли хоть какой-то матч но если он не закончился если они вернее не закончились смотрите их пока у нас будет пауза перед следующей игрой дальше будем смотреть матч группы b отдохнем немного и вернемся ближе к драфту